всем привет у микрофона олег гром дэнди новодел посмотрим посмотрим сейчас распакуем с вами подключим ее посмотрим как она играет и даже будет еще такой интересный момент я нашел платку почему-то платка как вы видите с колечком заводным я ее носил много лет на рюкзаке просто сверху на рюкзаке вот так вот она у меня болталась скорее всего она уже давным-давно не работает я главное не помню что там абсолютно но в то время как-то казалось что все дэнди ушло там времена ушли настали компьютеры и я вот таким варварским способом носил платку по моему если не ошибаюсь даже в честь то что тут какая-то хорошая игра которая мне нравилась или многоигровка была но не знаю может тут вообще какой-то трэш если запустится будет интересно но это мы узнаем позже то что я сам без понятия сейчас все раскроем все подключим и так дэнди ретро ну тут вот даже нарисован слоненок дэнди такой бежит куда-то в такой стрейфится ну вот так вот называется почему-то дженезис ну 8 бит классик здесь встроено 300 игр и классическая форма но коробочка приятная всяком случае два джойстика здесь написано джойстики кстати вот многие возмущаются почему вот мы олдскульное поколение называем геймпады или 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 контролеры мы их называем джойстиками потому что на дэнди на всех клонах не было написано геймпад было написано джойстик на английском джойстик вот все что было написано мы так и называем с тех пор понятно что сейчас название другое ну и у слова от ксерить это тоже неправильно говорить да нужно говорить скопировать так и все ксероксы называют по первому бренду который появился в стране так и мы называем джойстики джойстиками ну это еще написано что можно подключать картридж вот как раз таки проверим ну что ладно давайте распаковывать немножечко волнительно потому что вот вот именно вот точно такого же внешнего вида у меня была моя первая единственная 8 битная приставка у некоторых было много приставок кто-нибудь там рассказывает там они говорят вот у меня была такая потом такая у меня была только одна и было очень сложно ее заполучить я помню что я что-то и делал то ли ну короче как-то я зарабатывал на эту дэнди ну а в то время как можно было либо на полях работать за денежку да либо там бутылки сдавать да то есть такие 90-е годы еще бутылки принимали так вот еще одна какая-то коробка вот так вот и у меня была первая моя первая моя приставка это было восьмибитный клон назывался он family computer ну прям вот как фамиком да и а это внешний вид клон им именно именно фамикова и и он у меня был черного цвета так куда это все по убирать он у меня был черного цвета джойстики у меня к нему были сразу впаяны они не отключались опа здесь даже вот такие разъемы используются а вот не интересно вот эти вот разъемчики это разъемы как у американской вроде бы версии такие же разъемы у японской это та которая выглядит вот так у нее какие-то другие по-моему были разъемы обычные такие виде трапеции как-то они там называются что-то там pin din я не помню а здесь почему-то вроде бы на американской такие были ну и это новодел поэтому здесь питание от micro usb и три выхода причем здесь не hdmi а выхода именно можно на старый ламповый телек подключить а именно на старом ламповом телеке надо играть в такие консоли но у меня нет старого лампового поэтому будем подключать вот этой огромной панели посмотрим что она покажет я к ней еще ни разу не подключал не вот ничего кроме hdmi поэтому вот будет интересно так но тут слот для картриджей вполне себе так выбрасыватель картриджей power и и reset я не знаю что это за запах но это это вот очень близко он очень вонючий этот пластик не я не могу определить так обычно даже китайский пластика не пахнет точнее не воняет сзади есть серийный номер указан и модель вот так вот ну ничего в принципе сейчас будем еще когда разбирать лучше глянем так что дальше инструкция по эксплуатации сборник ретро дженезис игр очень мелким шрифтом написаны 300 игр чё тут давай вот первое они хоть разные или как 999 не знаешь они разные и такое ощущение что даже не повторяются так battle toads есть самое главное отчет я не вижу его на это наверно на д нужно искать дабл драгон да донки куа дабл драгон 2 дабл драгон 3 и battle toads а по моему нет я но я не вижу в этом случае вот так вот бегло может как по-другому называется есть тетрис опять же это классно вот я помню тетрис картридж у кого был это прям было очень хорошо на него все охотно менялись как-то так и можно было залипать ладно бумажки долой куда-нибудь и папа джойстики о кстати смотрите на обоих есть кнопки старт и сель это хорошо то что на картинке тут было нарисовано что один без старта и селекта на коробке в комплекте такие вот блочок импульсник 5 вольт 1 ампер от 100 до 100 до 240 вольт ну в общем штатный есть можно от любого usb в принципе запитывать тут еще интересного и тюльпаны версия и кабели стерео даже не знаю правда ли стерео кабели метра 2 до 2 метра кабели длиной до 2 метра но это хорошо обычно маленькие они бывали и коротенькие но таких то не было в то время в то время было антенный рф вход все причем у некоторых рф вход вот мне напомнил зритель мой воронеж напомнил такую вещь что у некоторых было этот как бы антенный вход у него центральная часть она была толще чем у наших антенных входов у наших телевизоров и раздалбался антенный вход от этого и поэтому тоже не разрешали играть типа сейчас раздалбаешь антенный вход у меня по моему было нормально все то есть я не помню чтобы что-то такое я играл на черно-белом телевизоре то есть игры дэнди все воспоминания и sega у меня ну наверное ну процентов 90 это именно на черно-белом телевизоре был не черно-белый телевизор рекорд ламповый может он даже еще где-то и есть и было вот так у кого кто играл на черно-белом телевизоре ставьте лайк кто играл на цветном мы вам всем зови мы вам все завидовали вот но у меня было это все равно было счастье потому что это был твой черно-белый телевизор твой никто не мог тебе сказать там заканчивай играть все потому что это был твой черно-белый телевизор никто не претендовал на него чтобы посмотреть какой-то фильм или передачу или еще что-то и кстати я на этот черно-белый телевизор ловил дэнди чьи-то те кто находились рядом а ловились они на антенну внешнюю и ну видимо какие-то наводки были по рф кабелю и вот они ловились мощный был сигнал вот это ну ну по сути это был такой первый первый стриминг в 90-х начало ну там правда с помехами все было но но смотрел смотрел особенно было еще интересно то что кто у кого у кого же приставка и у кого эта игра потому что рядом было не так уж много а ну как бы радиус метров 100 наверное вот в этом радиусе она ловила ладно давайте давайте подключать чё тут чё тут еще могу сказать сейчас я уберу все коробки и подключу к телевизору наверное продолжим уже сразу все вместе поехали так ну что вроде бы вроде бы видно телевизор подключил я кабель вот он блок питания тоже подключил будем все использовать родное из коробки джойстики такие не раскрыл давайте посмотрим джойстики да тоже у меня были такие же квадратные но как я уже сказал они были несъемные они были впаяны внутрь и конечно же в комплекте был еще пистолет что сейчас не вкладывается что телеки жк в основном а там пистолет не работает там нужна другая технология вот такого разъема я вообще не помню как же тот разъем то назывался наш стандартно вот это вот точно американский какой-то разница нет куда подключать помню мой первый картридж был то 999 игр не именно там вот миллионы когда вот 999 по-моему как бы все все было банальнее и там был марио там были танчики по моему больше там еще не было я чуть не могу вспомнить что там еще было но был марио так подключу 2 помню что тогда вот первый единственный раз в жизни я натер мозоль на пальцы нажимая на дипед как его сейчас называют а мы тогда называли на крестовину потому что были очень жутко острые углы здесь они тоже такие же так но джойстики то прям да вот именно вот классика жанра так ну что подключаем аудио-видео подключаем питание и нам нужен пульт для телевизора а где же он а он где-то там сейчас хожу так вот он пульт все все нашел включаем приставку него тут еще диод я вижу вот он вам не видать сейчас я вот так отодвину здесь будет диод светиться так что все окей так выбираем вход и включаю сигнал получен ну и где он и почему нет сигнала написано же что что сигнал получен загвоздочка ну может я сзади подключил как-то неправильно конечно же я неправильно подключил как может быть еще иначе так на видеокамеру изображение дрожит потому что частота кадров разные так ну что выглядит это все интересно хает какой джойстик от 2 вот это первый адвенчур айланд ну давай нажать то на весь экран не растягивается потому что потому что мраму что потому что 4 на 3 вот так вот ну на жк телевизоре на таком большом выглядит мягко говоря немного отвратно а где звук так а сейчас то что не так очень тихий звук очень тихий звук прям совсем тихий я на сто процентов выкрутил видимо аудио усилитель или тут его вообще нет или он очень слабый скорее всего нет сейчас раскрутим глянем очень тихий звук очень опять же может быть на ламповом телеке все нормально будет но турбокнопки на месте причем турбокнопки это видимо вот эти вот они вот эти ну да обычно было как вот это вот обычные были кнопки да то есть там а b например или там b a а вот эти были турбо а вот эти обычные а здесь вот так вот эти обычные а вот эти турбо то есть раньше было вот эти обычные эти турбо а сейчас эти обычные эти турбо то есть немного наоборот Будто бы, может, там в Японии так было Хрен его знает Ну, откуда так решили сделать Ну, вроде нормально играется Так, давайте еще кое-нибудь Скорее всего... О! А, нет Я там думал Байки Экзибишн байк Оно, может, есть? А, Б, Ц, Д, Е О, есть! 101 Вот это моя любимая игра была вообще Боже мой Это просто что-то с чем-то Да что такое? Да, вот за этой игрой я провел много времени Я проходил потом все трассы эти вообще как семечки А в нее особо никто не играл И как бы Все были готовы меняться на этот экзибишн байк На что-то более интересное Типа там Чип и Дейла какого-нибудь Утимных историй Это тоже классные игры Ну, вот это мне почему-то прям очень Залипательная была Для меня особенно Какая-то Прям вот На грани играешь Баланса Нужно там Байк выстроить в воздухе правильно Ну и вот это все Короче, да Так Батл Сити Бэтмен Ну, короче, игр дофига Но я не вижу здесь Батл Туатса Что? Балан Файт О, да Это круто тоже Великолепнейшая игра Ну, давайте еще какую-нибудь Вот я даже не знаю, что это Кто? По-моему, даже я не играл в такую игру ни разу Старк Даже сказали Может это какой-то этот Китайский хак или типа того Ладно Давайте попробуем Теперь Поставить Платку Я не знаю Надо ли протереть контакты Или прям Прям вот Ничего не протирая Платка еще С 90-х Хоть и капельки на ней Надеюсь Не взорвется ничего Да Вот так вот Давайте протрем Вот так вот платка показывает Протрем Возьмем Это не спирт Подождите Вот это спирт Оп Сейчас протрем Ну, скорее всего И уже хана Но Просто я даже не знаю Остались ли у меня где-то Катриджи Или не остались Но это скорее всего Хана Как вы видели Что-то там Плохенько Все Может просто не Контач Ну, скорее всего Уже просто чипы эти Отбились Потому что Я же говорю Она носилась Просто на рюкзаке Вот так вот Сверху Я все ждал Когда же наступит момент Когда ее где-нибудь Ну, воткну И она будет работать Ну, вот В то время Когда я ее только Вешала Она-то еще работчая была И ничего с ней Не было страшного Сейчас-то уже Понятное дело Что Что это уже все Варварское Варварское Отношение Что-то Запоказывало Правда Видимо Где-то Что-то Не Это не Контач Но я пока Не буду Ничего трогать Это Это Самая ужасная Игра Которую Я ненавижу Больше всего Это же этот Блин Скалолаз По-моему Это он Это Самый Дерьмовый Картридж Из всех Который Только мог Вообще Встретиться Все Понятно Почему я его Пустил Я Изначально Я хотел Точно помнить Что какую-то Четырехигровку С Какой-то С Какими-то Классными Играми Те Что я прям Очень сильно Любил И они мне нравились Я хотел Сделать в ней Отверстие И так вот Все аккуратненько Ну чтобы Не повредить Дорожки И Вот Сделать из нее Брелок Может я и сделал Из нее Может это уже Второй брелок Фиг его знает Но это я не помню Но вот это я точно Носил на рюкзаке Все эти годы Но видимо Либо мне жалко было Либо я все-таки Сделал Но потом Где-то она в другом Месте лежит И пожалуйста Вот Окажется я носил Самую нелюбимую Игру Которую мне Не жалко было Просверлить Не жалко было Использовать В таких И она И она Эта игра Зараза Через сколько Через там Я не знаю 20 с лишним лет Через 20 с лишним лет На рюкзаке Она побывала Вообще Везде В каких только Городах Она не побывала Она объездила Там пол России И пол мира Болтаясь Вот так вот На рюкзаке Эта чертов Скалолаз Которого я ненавижу Вообще Ненавижу Эту игру Просто терпеть Не могу ее И она Выжила Это вот Ну что ж Наверное Стоит ее и дальше Повесить на рюкзак Не знаю Я эту игру Вот просто терпеть Не могу Она Самая Самая ужасная Игра Из всех игр Она меня Дико всегда Бесила Управление Неудобное Какие-то Собаки Что орлы Да какого черта С какого хрена Орел там Нападает на тебя Зачем ты ему нужен Это самая Дерьмовая игра Самая Не Все Короче У меня ненависть К ней Нафиг Удивительно Но она до сих пор Работает Что с ней делать Что вот с ней делать Может ее Какой-нибудь Аукцион устроит Типа Рарная игра Или выкинуть ее Разбить уже молотком Но это плата Из 90 Я думал Ее же хана Как же я сейчас Я надеялся Вот просто И думал Что сейчас тут будет Четырехигровочка А где же Тихий звук 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 я сразу На телевизоре Сделаю Тише Потому что Это Это будет Невероятно громко Обычно у меня Звук Вот так вот Где-то 10-11 Это уже Очень громко Вот Так-то все Играется Вполне себе А хотя Подожди Давай знаешь Что проверим Еще Работает ли Второй джойстик Да А как его проверить На батл сити Наверное А Вот что вот На этот На балом файте Ох Это шикарнейшая Игра Боже мой Тоже Очень классная Там Главное Друг друга Не лопнуть Было Шариками Но Балон файт Вы сами понимаете Это шедевр Нельзя ничего Другого сказать Вот Я конечно Извиняюсь Что экран Так далеко У меня нет Карты захвата Чтобы как-то Захватить Отдельно Но Как-то так В общем-то Консолька Работает Новодел Все Смотрим Что внутри Так Ну что Смотрим Что тут Где спрятано Тут даже стоит Наклеечка Чтобы не разбирали И Какие-то Ножки Из вспененной Вспененной резины Или что-то Такого Мне такие ножки Не нравятся Потому что Очень сложно Отковыривать Они Деформируются И потом На место Не возвращаются Такие вот Они Так Откручиваем Здесь Точнее Пока что Ножки Снимаем Пластик Так-то На рощу Вроде Нормальный Но Вонючий Если близко Нюхать Что пипец Так 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 вот С расстояния Там С Десяти Наверное Где-то Сантиметров Уже Нет запаха Никакого Резкого А вот Как я Решил Проверить Так это Лучше так Не делайте Короче Жуткая Война Вот она Отломалась Я ненавижу Такие ножки То что Не залезешь Так просто Ну что Раскручиваем Побольше Надо Девственную Девочку Эту Никто Ни разу Не разбирал И будем Первыми Ну Хотя Это Новодел Так что Жалеть Как бы Ценности Какой-то Не представляет С другой стороны В 90-х Тоже Ты покупал Приставку И Говорил Какую Ну это же Новодел Ценности Никакой Не представляет Давай-ка Я ее раскручу А у нас Наверное Все приставки Были Ремонтированы И не по одному Разу Раскручены Джойстики Так уж Точно Вот Например Там в Штатах В Японии Сейчас Вот Ретро Ретро Блогеры Кто вот Увлекается Они покупают Там приставки Которые Даже там Пломбочка Не снята В идеальном Все состоянии Я думаю Блин А у нас Таких в идеальном Состоянии Наверное Очень мало И Вот она Оп И все У нас Таких Очень мало Потому что Все ремонтировалось Все откручивалось По тысяче раз Так Ну тут Из плюсов Я могу сказать Сходу Что USB питание Сделали Потому что Все равно Для процессора Этих 5 вольт За глаза Будет достаточно Так Так Ну все Вроде бы Я тут Снял Открыв Открывается А это что Это зачем Это что Это зачем Подожди Вот Я еще Обратил Внимание Что тут Дырдочка Вот так Вот Вырезано Но я даже Не обратил Внимание Что там Провод идет И смотри Этот провод Обрезан Это что Шло Вообще Откуда На процессор Идет Куда-то Непонятно Куда Что это За фигня Залито Термоклеем Интересно Ладно Что тут Что я вижу Здесь Здесь я вижу Каплю Которая Почему-то Все поцарапана Весьма Не кисло Так Вижу Кварц Кварц Обычный Кварц Который Там Стоит Не вижу Насколько А так Не помню Вот Давайте Посмотрим Модуль Выхода Скорее всего Тут нифига Ничего нет Как я и говорил Тут уже видно По плате По роста Выхода И все То есть Никакого Усиления Звука Здесь Не предвидится Не Ну так Неплохо Для новодела В принципе Хотя конечно Раньше Это было Совершенно Другое Это раскрывало Была Огромная Плата На которой Были Большие Микросхемы И все Прочее А здесь Просто Просто Колодка И все Просто Колодка Воткнута Может быть Конечно Тут что-то Микросхемы Тоже 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 Отчасти Плюс Наверное То что Игры Встроенные Сейчас Мы увидим Тут где-то Должна быть Либо Микросхема Либо Залитая Компаундом Как вот Эта Капля А нет Тут стоит Память Прям отдельно Нормально Так Ну не знаю Зачем Они выгнали Его сюда Тут чего Места Нет Хватает А Или вот Будет ездить И бить По нему Видимо Так Что там За память Стоит Я не могу Разглядеть Может быть На монтаже Увеличится Но Фиг его Знает Даже компонентов В принципе Не пожалели Перемычек Не вижу Но усилитель Не сделали Звук Вообще Ни о чем Можно конечно Сделать Доработку По звуку А звук Здесь Мона Судя по всему Потому что Оба Оба Подключены К одной Той же Дорожке Стерео Здесь конечно Никакого нет Но Зато Два Вывели Ок Ладно Так Ну и тут Посмотрим Что тут Чуть Чуть Сопельки Китайские В принципе Не знаю Где делается Может Не в Китае Кстати Делается Может Что у нас Где нибудь Сейчас На коробке Посмотрю Написано Так Производитель Вот И что У нас Делается Друзья В город Москва Написано Производитель Вот Производитель Да То есть Это Из Комплектующих В Москве Собирается Вот Что это За Зо Провод Был Не ясно Почему Он Перерезан Его Тут Так Расположили Будто Знаешь Там Надо До него Добраться И перекусить И вот Он Подключен Тут К ноге На выходе А тут К чему Тоже Непонятно Только Что там С той стороны К конденсатору Что он Дает Если Есть Предположения Пишите В комментариях Обязательно Потому Что Интересно Потому Что Интересно А Советодиод Не Не Пожалели Это Хорошо Светодиоды Это Хорошо Их Много Не Бывает Цвета Корпуса Тут Вы Понимаете Да Что Они Классидают Классический Под Ниндендо Закос Сделан Па-бам Так 2018 Года Плата Ревизия Во всяком Случае С этой стороны Вообще Ничего Нету Половины Компонентов Тоже Нету Мощный Переключатель Прям Вообще Серьезный Такой Удивительно Просто Разводка Только идет Для джойстиков И все Дальше Все По шлифу Ну Шлифа Конечно Такие Причем Опять же Вот Эта плата Чистая Эта плата Жутко Грязная И Различается Абсолютно У всех Текстолит То есть Ну Ощущение Такое Что Как бы Это Разные Партии Идут Там Это одно Это другое И там Типа Хоп Взяли Вот этот Модуль Припаяли Пойдет Ну Это Такое Лично У меня Ощущение Ладно Собираем Назад Я думаю Что Теперь Надо Проверить После Сборки Она Вообще Заработает Или Нет Да Расскажите Ремонтировали Вы Свои Дэнди Или Не Ремонтировали Ну Я говорю Дэнди Я имею Ввиду Все Приставки Которые Были Восьмибитные В девяностые Там Лифа И все Прочее Я помню Особо Лифа Оценилась Ну То есть Дэнди Как бы В наших Краях Дэнди Было Очень редкое Очень мало У кого Потому что Оно стоило Дороже всего В основном Везли Какие-то Клоны Вот У меня Был клон Такой Вот Черный Черный Клон У Знакомых У моих У друзей Тоже Были клоны В основном И Самым Классным Самым Классным Клоном Почему-то Лифа Считалось Мне ужасно Не нравились Джойстики На Лифе Ну вот Прям Типа Вот Она была Самая Качественная По звуку Я сейчас Не скажу Было ли Это так Или нет Но В тот Момент Ходили Такие Слухи И поверья Как вот У вас Было Интересно А И еще И еще Я например Катриджи Называл Дискетами И Называют До сих пор Во многих Случаях Ну Потому Что Я Раньше Познакомился С Компьютерами И там Были Дискеты И Для Меня Все На Все На Чем Информация Сохранялась Мне проще Было Назвать Дискета И Вот Я Как-то Заразил Всех Остальных Все Тоже Говорили Дискета Хотя На базаре В то время Были Базары То есть Приезжали Какие-нибудь Торгаши И Продавали Всякие Там Дэнди Сеги И Дискеты Вот Они Их Тоже Называли Потом Дискетами Хотя Вначале Когда Вначале Только Возили Они Называли Катриджи Но Наши Местные На мой Манер Говорили Дискета И Короче Вот Так Но Во всяком Случае В той Компании Где Я Общался А Так То Может Где И Катриджами Называли Кто Не Знает Вот Так Что Было Как У вас Было На Этот Счет Как Вы Называли Кто То Кассетами Называл Кто То Дискетами Кто То Катриджами Все Это Было По Разному Так Что Он Плохо Вкручивается Мне Это Не Нравится А Тут Пластик Сейчас Не Так Вкрутится И Все Аля Улю Гони Гусей Надо Придумать Какой-то Усилитель На Чем-то Чтобы Звук Чуть Усиливался Потому Что Этого Мало По Хорошему Отмыть Эту Плату Она Прям Выглядит Очень Непрезентабельно Вот Этот Текстолит И Этот Они Один Одинаково Выглядит Хорошо Этот Текстолит Выглядит Достаточно Стремно Я бы Сказал И Кто еще Знает Что это За шнурок И почему Его через Окошечко Тут Обрезали При этом Вырезает Окошечко То есть Это Где-то Была Сборка А потом Кто-то Их Как-то Активировал Или Что Это За Перерезание Пуповины И Что За Фигня Ваш Предположение Пишите Ну Так Рассказываю Что Слюни Летят От радости Этот Это Это Не Антенна Правильно Потому Что Она Откуда С Процесс Катриджа Выходит И На Конденсатор Идет Непонятно Непонятно Что за Шляпа Экспериментировать Не хочется А вдруг Сейчас Что-нибудь Снизу Так Будет Так Ладно Собираем Дальше Так вот Я разбирал Свою Деньги Наверное Ну С Десяток Раз Это точно Я помню Вот Отчетливо Помню Один раз Это Когда Нужен Был Блок Питания Блоки Питания Были Дерьмовые Тогда Ломались Достаточно Часто От Перегрева В общем Ну и Сами Они Были Низкокачественные Китайские И Значит Решили Поставить Другой Блок Питания Нашли Блок Питания ТРС Зарядное Устройство Название Не помню Такое Знаете Для мотоцикла Зарядное Устройство Оно Могло Выдавать 6 воль 9 воль Я не помню И все хорошо Все должно Было Сработать Идеально Вот Был Как раз Вечер Знаете Вечер С Денди Ну у тебя Есть целый Вечер Друзья И все Хотят Играть В Денди И Короче Ну вы Я думаю Уже догадались Просто Я перепутал Полярность Вот Почему Говорю я Потому что Ну а кого Еще винить Там то все Лезли Конечно Подключать И И Как бы Рекомендовали Что делать Но По итогу То я Включал Вот Нарушил Полярность И полетели Конденсаторы На входе Их там было Штуки 3 Или 4 Вот они все Прям Фейерверком Развернулись Вот так вот Вверх Выстрелили С хлопками Очень было Зрелищно Это было И вечер Денди Превратился В вечер Пайки И поисков Конденсаторов Нужных Номиналов Ну а в то время Это было Не так то просто Достать Ну то есть Были Запчасти Какие то Но в основном Это были Лампы Или вот такие Конденсаторы Тут что Разберем Джойстик Давайте первый Разберем Посмотрим Что тут Вот такая была История Шляпа Просто Не помню Где мы нашли Эти конденсаторы Но мы нашли Их Правда уже Поздно Было И как бы Никто Не хотел Уже там Играть Ни во что По-моему Уже все Все пошли Дрыхнуть Вот так вот Ну блоки питания Перепаивали Постоянно Разъемы Перепаивали Знакомым Иногда там Джойстики Чинил Тоже там Отрывали Дернут Коба Оторвалась Все Каюк Как-то Так Было Ну вот Эту я Запомнил Хорошо Ситу Йовина Так Ну что Тут Вроде Ничего Так Пока Плата Большая Не обрезанная Бывают Прямо Такие Маленькие Микроскопические Платки Делают Тут Большая Достаточно Плата 2018 Год Какая-то Капля Что-то Там Ну Неплохо Я Что Могу Сказать Вполне Неплохо Резинки Тоже Нормальные Я Что-то Ожидал Что Джойстики Будут Ну Вообще Дешманские Ужасные А тут Очень Даже Так Сели Вполне Вот Ну Все Собираю Подключаю Пробуем Включиться Или Нет И Наверное Подведение Итогов Хотя Ну Какие К черту Итоги Это просто кусочек ностальгии Которую нам продают Сейчас Новодел Это Ну Ничто иное Просто как кусочек ностальгии То есть Я думаю Все прекрасно понимают Что можно На компьютере запустить Разные эмуляторы Можно на телефоне играть Там в Денди Можно на планшете На ноутбуке Да через что угодно Через Raspberry Pi Через Orange Pi Вот Orange Pi Я показывал недавно У себя на канале Как из нее сделать Ретро консоль А вот это Вот это все Просто Нам продают Кусочек настроения И воспоминаний Потому что Вот Честно говорю Как есть В принципе Как и всегда Когда вот я Сейчас перед вами Вот это все достал Ну Ёкнуло Ёкнуло Немножечко Конечно Все эти Старые добрые времена Безусловно Я не трогал Корпус Денди Вообще Какой-либо Денди Наверное С 90-х годов То есть Ну Прям да Есть такое Так Я сейчас На первое место Подключил Второй джойстик На второе Первое Ну просто Проверить Как оно Вдруг Как-то Специально Только надо Подключать Так Это USB Type-C Сюда не подойдет Так Раз И Сюда Поехали Включаем Работает 480i Отобразилась На телеке Это То В чем Выдается Картинка На всяком случае Телевизор Определяет Ее так Не знаю Можно Зазумить Вам Навряд Ли Это Даст Какой-то Положительный Эффект Ну Вот Ну Так Немножечко Ближе Давайте Поворосто Игр Вам Хотя бы Эти Покажу Можете На паузе Потом Посмотреть Поставить Что Тут Есть Звук Тихий Звук Тихий О Айсклимбер Вот Я уже Увидел Только Что Так Маппи Ну Тут В основном Вот Игры Из тех 80-х Тодов Вот Насколько Я вижу Те же Маппи Те же Экзебит Байкер Это Вот Те Такие Небольшие Игрушки Которые Весили Мало И ресурсов Не 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 Нужно Было Много На Них Ну Вот И Все 300 Игр Вроде Разные Вон Adventure Island Сколько Много Одних Кто Любит Adventure Island Тут Прям Для Вас Так Battle City Ну Че Такой Звук Тихий А Вообще А Вам Вообще Его не Слышно Будет Даже Если Сейчас На Максимум Зафигачу Вам Скорее Всего Не Слышно Потому Что Как Микрофон Его Не Возьмет Наверное О Я Могу Уровень Выбирать Ага Какие То Кирпичи Странного Цвета Я Б Сказал Не Знаю С Чем Это Связано Опять Какая Версия Баттл Сити Звезда Есть Версия Где Там Водная Защита Лед Вот Это Самое Было Классное Я Двоих Включил Чтобы Тот Танк Тупо Охранял Стоял А вот И Жизнь Вам Наверное Звук Не Слышно Я Не Знаю Очень Тихо Очень Тихо Аааа Танкетки Чёртовы Фу Прошли Как-то Кое-как Так Ну что По факту Вот Так Чтоб Виднее Было Работает Картриджи Читают Даже Старые Не Знаю Прям Такие Воспоминания Нагрянули Что Вообще Звук Тихий Может Быть На Старых Теликах Там Он Как-бы Усилит Этот Звук Но Новые Телики Нифига Его Не Усилят Это Точно Джойстики Вполне Неплохо Выполнены Ну то есть Норм Кнопочки Работают Звук Моно Питание От Micro USB Кусочек Ностальгии Для вас Всё Не забывайте Подписаться На лайв Канал Там Тоже Много Интересного Там Всякие Распаковки Выходят Всякие Стримы И Все Прочее Ссылочка В описании Будет А я с вами прощаюсь У микрофона Был Олег Гром До скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok